Здравствуйте, в эфире «Говорим по делу» в студии Лена Файман. Сегодня у нас в гостях Игорь Дементьев, который не понаслышке знает, что такое банковское дело и с чем его едят. Сегодня мы будем говорить о финансовых пирамидах, об экономическом кризисе, в чем лучше хранить деньги и будет ли когда-нибудь в нашей стране финансовая стабильность. Здравствуй, Игорь. Здравствуйте. Ну, прежде чем мы начнем наш дельный разговор, расскажу об условиях, как можно задавать вопросы в нашу программу. Если у вас есть вопросы, то присылайте смс на короткий номер 4444 в начале кодовое слово «Дело», стоимость сообщения 11 рублей. Или оставляйте вопрос на сайте урал56.ру. Там опубликован анонс нашей встречи с Игорем и тема разговора. Плюс к нам в программу сегодняшнего дня можно будет звонить и задавать вопросы лично. Номер телефона радио «Шансон Ворский» 341-120. И прежде чем у наших радиослушателей созреют вопросы, мы дадим им почву для размышлений и поговорим по делу. Итак, Игорь, сегодня у нас тема разговора «Финансовые пирамиды». Но давай углубимся в историю и вспомним, с чего это все начиналось. Можешь рассказать? Финансовых пирамид достаточно большое количество сталкивались, в том числе в истории, с точки зрения истории экономических учений. Расцвет финансовых пирамид пришелся на 17, 18 и 19 века. То есть, конечно, это была не Россия, как ни странно, это была Франция и в основном Англия. Поэтому эти пирамиды достаточно известны, их изучают, и изучают больше всего их феномен. Как ни странно, то есть, почему люди доверяли, при каких условиях, и почему это происходило. И в чем феномен? Феномен как раз определенное доверие людей, при этом они доверяли не только, как бы, ну, как бы, определенные... Ну, согласись, если у тебя будет возможность, да, получить деньги на халяву, ты не откажешься. Никто не откажется, при этом халява, это, понятно, эфемерная, при этом все понимают, что эта халява вечно быть не может, но при этом желание ее получить, она, как бы, есть. А феномен заключается в том, что люди психологически готовы отдавать деньги за то, скажем так, за ожидание, наверное, того, что... Зимираж, я бы так сказал, да, то есть, поэтому важный момент не только, как бы, получить сами деньги, но и продержать эту возможность максимально долго. То есть, получается, история финансовых пирамид, это не 90-е годы, а 20-го столетия, это намного-намного раньше. Нет, они сейчас продолжаются, что самое интересное, что они сейчас продолжаются, потому что, ну, год назад, тот же самая проблема с Мэдофом, с фондом, который располагал, в том числе, миллиардными суммами, он, в принципе, тоже показывает то, что в Америке все это продолжается, и это не заканчивается и не закончится, судя по тому, по теме нашего сегодняшнего, в том числе, разговора и нашей встречи. Насколько я знаю, в России принято законодательство, которое запрещает деятельность финансовых пирамид в стране. Что такое финансовые пирамиды? То есть, какое предприятие можно отнести к разряду финансовых пирамид? Ну, к финансовым пирамидам, еще раз повторюсь, они могут быть спонтанны, они могут быть постоянные, сделанные как раз для того, для привлечения денег. Сам важен смысл и именно система, которую они строят. То есть, интересно то, что за счет последующих прибывших мы выплачиваем, скажем так, первоначально, мы вновь поступившим клиентам, ранее поступившим клиентам деньги. Все. То есть, ничего не производим, ничего не предоставляем. В результате получаем, просто как бы перекладываем из одного кармана в другой. Чаще всего в этом выигрывают только одни люди. Это организаторы, либо люди, которые вступили максимально рано в данную пирамиду, которые в нее поверили. Вот и все. В Орске, да не только в Орске, и в Оренбурге, и во всей стране сейчас появились такие рекламные щиты, на которых указан номер телефона для консультации Сергея Мавроди. Он известен тем, что основал в начале 90-х годов такую компанию МММ, от которой пострадал, наверное, каждый россиянин. Ну, по статистике 4-5 миллионов. Ну да, ну достаточно много людей пострадало. Вот вы видели эти щиты сами? Видел, но самое интересное... Какая реакция? Ну, есть определенный шок. Человек, который занимается финансами, интересуется. Самое интересное, зашел на блог Мавроди и тут же посмотрел, то есть, что он предлагает. Самое интересное, что схема-то фактически та же самая. Он признается, что это пирамида. Он признается. То есть, он не отказывается от этих слов. И самый интересный момент, что она будет именно, ну, как бы, оформлена через интернет. То есть, может, специализация немножко неправильная. Почему? Потому что основными вкладчиками МММ были все-таки пенсионеры. И люди с небольшим достатком. То здесь получается, как бы, больший расчет именно на молодежь. А это очень опасно, я считаю. Ну, вот мои коллеги из редакции «Урал56.ру» звонили по указанному номеру телефона. С ними общалась некая Анна, которая рассказала суть предложения. В чем оно заключается, вот мы сейчас послушаем. Итак, немножко подведу. Связь была не очень хорошая, но суть была предложения в том, что предлагают. Если деньги ты вкладываешь на один месяц, то порядка 27-30% годовых. Если на три месяца, то 46-55% годовых. Согласись, очень заманчиво. Ну, какая сейчас вот средняя ставка? По депозитам банка. Ну, ставка варьируется. Все-таки будем ориентироваться, как бы, на Сбер и коммерческий банк, который предлагает эксклюзивные предложения. То есть, 7 по Сберу, 12. Ну, это максимальная возможная ставка и сейчас на банке. То есть, больше, в принципе, не дают, потому что это неинтересно, невыгодно. Единственное, смотрят при этом еще условия. То есть, досрочного изъятия денег и так далее. Ну, вот какое обоснование вот этой средней, вообще, ставкам, которые предлагают банки, вот почему именно 7-8% годовых, а не 30, не 50. Вот Сергей предлагает 55% годовых. Нет, есть очень простой способ. Это заходите на сайт Центрального банка Российской Федерации, смотрите курс по межбанку. То есть, там тоже есть, банки имеют возможность кредитовать друг друга, то есть, можно получить деньги у банков, поэтому, как бы, очень многие банки, как раз при нехватке ликвидности, обращаются именно к этому инструменту, потому что он является самым дешевым. Чем хороши депозиты? Депозиты хороши своей срочностью, потому что все депозиты, которые, ну, в принципе, предлагаются, в том числе по Орску, ну, и по России, они, в принципе, рассчитаны где-то не менее одного года. То есть, это деньги, которые вы спокойно получаете в свое собственное распоряжение, которые можете также размещать, зарабатывать, и, в принципе, как бы, осуществлять различного рода операций. Ну, можно ли верить вот этому предложению или нет? Вот коротко сейчас подводим итог и уходим на паузу. Вопрос, как вы сами думаете. Я думаю, что нет. Мое мнение. Ну, а если вот все-таки поверить в чудо? Чудо не будет. Будет очередной обман, и это всем все понятно. Потому что, ну, человек уже единожды себя, как бы, запятнав, веры ему не будет. Ну, понятно. Человек, который соврал один раз, обрет еще раз много-много-много раз. Но самое, что интересно, уже присоединилось порядка там 5 миллионов человек, вроде бы, если я не ошибаюсь. Но эта информация непроверная. Я очень рад за эти 5 миллионов, но я очень рад за Орча. Это программа «Говорим по делу». Сегодня мы ведем речь о финансовых пирамидах. После рекламы мы будем говорить об экономическом кризисе. Будет ли финансовая стабильность в 2012 году, и в чем лучше хранить деньги? Если у вас есть вопросы, то звоните нам по номеру телефона 341-120. Итак, мы уходим на небольшую паузу. После продолжим разговор. И снова здравствуйте. Это программа «Говорим по делу». Сегодня мы говорим о финансовых пирамидах, об экономическом кризисе и будет ли когда-нибудь стабильность. В гостях у нас Игорь Дементьев, который сведущ во всех банковских вопросах. Перед рекламой, перед паузой мы говорили о финансовых пирамидах, о том феномене, который появился у нас в городе. Это рекламные счеты с рекламой о том, что приходи, вкладывай деньги, и будет тебе счастье порядка 60 с лишним процентом годовых. И вот уже на сайте Ural56.ru появился вопрос, даже не вопрос, а, скажем так, крик души, где как раз и говорится о том, что, господа, думайте своей головой, анализируйте, изучайте вопрос. Система идеально работает уже 11 месяцев. То есть, как понимает человек, писавший это, очень тесно связан с этой компанией, и, видимо, в этом очень хорошо заинтересован. Так что совет этого человека – не упустите свой шанс, пока не поздно. Вот, Игорь, как ты считаешь, нужно торопиться бежать или все-таки бежать, наоборот, в обратную сторону? Ну, однозначно бежать туда не надо, это глупо. Если есть возможность, как бы, есть лишние деньги, ну, потратьте их с умом, попробуйте поиграть в том числе на фондах, попробуйте разместить их в те, как бы, стабильные, скажем так, акции или облигации, это могут быть пифы, стабильные финансовые инструменты, которые вам будут приносить доход. А вот давай подробнее о стабильных финансовых инструментах. Вот твои рекомендации какие? Ну, глядите как, рекомендации послушайте. Сделайте все по-своему. Да, за слова надо отвечать, вот что самое интересное и что самое важное. Вот за свои слова отвечаю, поэтому выбирайте сами, решайте сами. То есть, если вы готовы к определенному риску, попробуйте поиграть на фондах сами. То есть, тем более у нас, как бы, есть компании, в том числе ВОЗКИ, которые предоставляют услуги, есть банки, которые открывают вам брокерские счета, попробуйте. Если у вас аналитический склад ума, у вас получится, почему бы нет, почему не попробовать. Многие, ну, это интересно больше для молодежи, потому что за этим надо следить и зарабатывать. Ну, в чем отличие игры на биржах и вот так вот, это тоже своего рода такая вот лотерея? Ну, самое интересное, почему я, Лен, ну, примерно так, как зарабатываю, да, почему я должен делиться с кем-то? Почему я должен создавать какую-то валюту Мавры, там, я не знаю, еще что-либо? То есть, я в этом, как бы, не особо, мне это не особо интересно, мне не интересна революция на финансовом рынке. Ее, во-первых, не позволит само государство. А вот по поводу, как бы, заработать за счет своих собственных мозгов и своих собственных денег, это вполне возможно. То есть, самый простой депозит, да, это 100% вероятность возврата, потому что у нас депозиты гарантируют возврат само государство до 700 тысяч. Ну, и страхование вкладов. Да, страхование вкладов, конечно. Если готовы, не готовы управлять, но есть достаточно большие финансовые ресурсы, доверьте профессионалам, потому что есть доверительное управление, то есть, в пределах, там, 4-5 миллионов. Если доверяете брокерам, пусть они работают за вас. И у вас есть кого спросить. Если же сумм таких нет, то прибегайте к ПИФам, потому что они тоже интересны. Что такое ПИФ для радиослушателей, те, кто не знает. Так, поевой инвестиционный фонд. То есть, вы вкладываетесь, скажем так, и доверяете управляющей компании определенную сумму денежных средств, которые вкладывают в акции, которые управляют размещением денег, в том числе в акции, облигации, в зависимости от рисков, и при этом зарабатывают. То есть, в любом случае, они чем-то обеспечены. Они обеспечены, скажем так, имуществом тех предприятий, акции которых размещены, в том числе на бирже. Это могут быть голубые фишки, то есть, безрисковые. Это там Газпром, Сбербанк, ВТБ. Это могут быть определенные рисковые компании, скажем так, вновь образующиеся, в том числе информационных. Бизнесов информационных, венчурные, совершенно верно. То есть, как бы бизнесов очень много, и все хотят денег, и почему эти деньги вы должны отдавать Мавроди, мне непонятно. Как бы то ни было, вот эти предприятия, они что-то производят. То есть, если Газпром у нас, понятно, что производят, да, там предприятия какие-то, там, я не знаю, там, какого-то другого сектора, то есть, пощупать их товар можно руками. Это могут быть не товары, это могут быть определенные услуги, да, то есть, в том числе информацию не потрогаешь, но Мавроди не предлагает ничего. То есть, он предлагает просто валютную революцию, а это не совсем правильно. Итак, Игорь, давай немножко отойдем от финансовых пирамид и поговорим об экономическом кризисе. Так вот, будет эта вторая волна? Есть она? Или все это слухи? Вот что с кризисом? Вот Европа улихорадит, а с Америкой тоже непонятно что. Мы тоже не можем, как бы, стоять в стороне, однозначный, как бы, кризис есть, но проблема сейчас немножко, отличие от 2008 года, что мы к этому кризису готовы. Но готовы в каком плане? Даже морально. То есть, есть определенные, как бы, проблемы, он, как бы, я не сказал, чтобы кризис закончился, то есть, он идет, он ощущается. У кого-то нехватка, там, по активам, по капитализации, у кого, наоборот, как бы, излишняя ликвидность, они стараются разместиться в больших объемах. Мы предлагаем большие условия, лучшие условия, но при этом гарантируем, как бы, более высокий процент, вследствие чего должны больше зарабатывать. Ну, как бы, вот, примерно ситуация. Кризис есть. Все-таки он есть. Он есть, он есть, ощущается, но мы просто к нему привыкшие, потому что без кризиса нет уже, скажем так, тех бешеных денег, которые были в свое время в России, то есть, которые могли появляться из воздуха, в том числе, благодаря вот таким вот, скажем так, коферным схемам, ну, их нет. То есть, все распределено, все понятно, в том числе по собственности. Ну, вот как быть простому обыкновенному арчанину, у которого есть небольшая сумма денег, свободная, ну, я не знаю, там, ну, это, конечно, не простой обыкновенный арчанин, у которого, там, тысяч сто, да, так, свободных, но вот как ему быть, как ему сохранить эти деньги? Ну, такой, скажем так, стабильный средний класс. Ну, стандартный ответ любых экспертов – это храните в трех валютах, да, то есть, я не скажу, что радуюсь именно такому ответу, потому что мы не можем контролировать ни доллар, мы не можем контролировать ни евро, даже никаким образом на него влиять. То есть, самый простой и самый, ну, как бы, интересный способ – это, скорее всего, просто проанализировать, что для вас более выгодно, что вы планируете приобрести. То есть, суть сбережения – это последующее приобретение каких-либо товаров, услуг, которые необходимы непосредственно вам для жизни. То есть, ну, Кейнс в свое время не зря говорил, больше тратьте. На этом строится именно вся американская экономика, потому что смысл сбережений не носит, ну, большого, как бы, экономического эффекта для самой экономики. Потому что деньги лежат, не работают, это неинтересно ни предприятиям, потому что предприятие, скажем так, человек, приобретая какой-либо товар, он голосует деньгами за производство данного товара в будущее. Ну, рубль дорогой тот, который потрачен сегодня, не тот, который потрачен завтра, скажем так. Он дороже сегодня, а не завтра. Да, потому что он также наращивает производство, он также выпускает ту продукцию, которая является востребованной и так далее. Вот Михаил Прохоров говорил так, когда вот была ситуация с долларом, когда тут резко доллар подрос, вскочил, вот это то, что вот осенью было. Он говорил так, те деньги, которые нужно сегодня тратить, храните в рублях, а те, которые хотите тратить через три года, вкладываете в драгоценные металлы. Вот как ты считаешь? Драгоценные вот эти... Драгметаллы сейчас на очень большом подъеме, я бы, конечно, не советовал, потому что, скажем так, рынок драгметаллов бьет любые коридоры. Почему как раз это тоже определенная степень ажиотажа, потому что в доллары вкладывать боятся, потому что не знают, что творится с Америкой. В Европу боятся вкладывать, потому что не вопрос решен с Грецией, с Ирландией. И вроде как бы, а в принципе, больше ничего и не остается. Остается как бы нефть, но это однозначно фьючерсы и опционы, либо другой вариант это драгметаллы. Ну, это тоже как бы... Покупка драгметаллов носит тоже такое. Либо это металлические счета, все-таки банки, которые как бы услуги... Ну, они более интересные, потому что мне надо платить НДС. Да. А при покупке живого, как бы, золота, то вы однозначно платите НДС. Ну, золотые изделия тоже, как бы, я не знаю. Немножко моды выходит. Согласимся с советом Михаила Прохорова. То есть, то, что тратим сегодня, завтра, храним в рублях, надолго... Я бы еще сказал, где тратим. То есть, если вы планируете это тратить как бы в России, то все-таки я бы ответил рубли. Если планируете это куда-то, какие-то поездки за рубеж, покупку какой-то техники, то все-таки, так как она выпускается за рубежом, то ориентироваться все-таки на валюту, в той, в которой это будет все продаваться. Все равно хочу вернуться к теме финансовых пирамид, вот о которой мы говорили в самом начале программы. Обсудили, что условия по вкладам более чем заманчивы, до 65% годовых. И мы тут, готовясь к эфиру, провели небольшой опрос людей. Готовы ли они рискнуть некой суммы денег и взять, ввязаться в такую сомнительную историю? Давай послушаем, и потом продолжим разговор. Согласись, однозначного слова нет, нету. То есть, все равно есть те, которые готовы бы рискнуть. Вот ты, если бы, готов был бы рискнуть, но какой суммы тогда? Никакой вообще. То есть, даже рублем? Мы немножко говорили, да, как бы на эту тему, то есть, немножко об этом думал. Проще сыграть в казино, извиняюсь, но там вероятность выигрыша больше. Она всегда больше. То есть, пришел, поставил на красный, тут же получил. Надо читать Достоевского. Там все прописано. То есть, ты однозначно нет? Однозначно нет. То есть, я просто единственное, не могу отвечать за мнение людей, потому что людям в мозг не залезешь, людей не научишь. То есть, готовы учиться на своих ошибках на здоровье, готовы учиться на ошибках других мудрые люди. То есть, ну, если вас не учат, как бы, определенная история, тем более, скажем так, человека уже посадили, как ни странно, да, то есть, именно не потому, а именно из-за обмана. Который уже понес наказание. Уже не посадили, понес наказание, так будет точнее. Нес наказание, да. То есть, может быть, не совсем приятно, да, потому что, ну, бывает, как бы, кого сажают за дело, кого не за дело, но здесь человек, как бы, ну, понятно, обманул просто массу людей. Причем, не самых, еще раз повторюсь, то есть, основная масса населения, это были, конечно, пенсионеры и там очень много инвалидов. А вот из твоих близких кто-нибудь пострадал? Если пострадал, то сколько денег потеряли? Нет, немножко поиграли чуть-чуть в другие, то есть, как бы, знакомые сталкивались с другими пирамидами. Это был и Русский дом Селлинг, и Хапер Инвест, если вспомните. То есть, и Белая башня, насколько я там помню. То есть, это было. Это страдали все. Почему? Потому что никто не знал, что происходит. Все не верили государству, что это тоже самый по себе немаловажный момент. То есть, то же самое ГКО, государственные краткосрочные обязательства, они тоже показали свою определенную состояние с 98-го года. Хотя эта пирамида тоже носила, но она носила государственный характер. Поэтому не сказалось, что пирамид нету, в принципе. А немовозможно. Давай посмотрим на тему немножко шире. Ведь есть не только такие мошенничества. Я все-таки отнесу это к мошенничествам пирамиды. Какие есть еще другие виды финансовых мошенничеств сейчас? Можешь привести какие-нибудь? Ну, есть возможность, конечно, сейчас очень много сталкиваемся с проблемами именно с картами. То есть, в том числе ввели определенную защиту, в том числе страхование. Ты имеешь в виду банковские карты? Банковские карты, да. То есть, получили возможность. То есть, скажем так, люди не обучены хранению и пользованию картами как таковыми. Поэтому начинается очень много различного рода злоупотреблений, именно мошеннических действий, именно в плане карт. То есть, возможность, скажем так, выраства конфиденциальной информации, в том числе персональной информации. То есть, таким тоже моментами сталкиваемся. По Москве сталкиваемся с большой проблемой по именно ограблению инкассаторов. То есть, на это, как бы, тоже обращаем определенное внимание, потому что здесь живые деньги, да, и искушение, которое, как бы, иногда стоит перед, ну, рядовыми обывателями взять дни денег и тут же обогатиться, оно всегда есть. Поэтому, вот, как бы, на эти моменты стараешься обращать на максимальное внимание. Эта программа «Говорим по делу» сегодня у нас в гостях Игорь Дементьев, банковский работник, который знает о банковском деле все. После небольшой паузы мы продолжим разговор и поговорим о том, как себя обезопасить от мошенников, и наш гость даст вам совет. Все, кто только сейчас подключился к нашему разговору, скажут, что это радио «Шансон в Орске», это программа «Говорим по делу» в студии Елены Файман. Тема сегодняшнего нашего разговора «Финансовые пирамиды и финансовая стабильность». И мой собеседник, руководитель одного из банков Игорь Дементьев. Перед музыкальной паузой мы с тобой говорили о финансовых мошенничествах. Так вот, какой совет, как обезопасить себя от мошенников? Ну, первое, никому не доверять своей конфиденциальной информации. Это, как бы, один из основополагающих... Что понимаем под конфиденциальной информацией? Первое, паспортные данные однозначно. То есть, паспорт никому не даем. Различного рода карты, скажем так, не доверяем никому. Пин-коды никому не доверяем. То есть, здесь все зависит непосредственно от вас. Доверили одному человеку, получили в результате, как бы, знает уже, как минимум... Двое. Двое-трое, а то, может быть, и больше. Тем более, ну, как бы, есть возможность, чтобы это избежало какую-либо... Ну, как бы... Ну, есть возможность спрятать, если так можно. Или есть возможность хранить где-то в обособленных местах, хранить. Есть сейфы, есть... Есть возможность, прибегайте, в том числе, уезжайте за рубеж, уезжайте, например, отдыхать. Ну, возьмите банковскую учебу. Наш банк, как бы, этого не предоставляет, но это предоставляет, ну, какие-то другие банки. То есть, вы можете спокойно этим пользоваться. То есть, туда положить денежные средства, если наличные хранятся? Денежные средства, золото, драгоценности, акции, какие-то документы, в том числе на имущество и так далее. То есть, это, как бы, не такое дорогое удовольствие. Там, это будет, там, стоит рублей 500, но при этом вы точно приедете, у вас, как бы, все сохранено. У вас никаких пожаров, никаких катаклизмов не произошло ни с вами, ни с вашим имуществом. Ну, все-таки, вот, по поводу мошенничества. Какие еще бывают мошенничества и как вот себя обезопасить? Первое, никому не доверяйте. То есть, не доверяйте никому, доверяйте непосредственно, как бы, самим себе, близким. Всегда при проведении операции просматривайте, например, полученные деньги. Всегда при проведении операции смотрите, никто не подсматривает, то есть, за вашей спиной. Потому что, чаще всего, прибегает именно к каким-то банкам общедоступным, там, где снимают незащищенные слои, скажем так. Те же самые пенсионеры, которые не могут оказать никакого сопротивления. То есть, он простоял, посмотрел ваши какие-то данные, даже как вас зовут и так далее. То есть, потом подошел и, в принципе, решил все свои вопросы. Он видит, какие суммы вы снимаете. Поэтому банки стараются каким-то образом избежать момента огласки, в том числе сумм, которые снимаются. Ну, я сама столкнулась, была свидетелем того, как человек брал кредит в магазине. То есть, его спрашивает, работник банка его данные, он устно их произносит, рядом стоит человек. То есть, можно спокойно на диктофон записывать и потом эти данные использовать. Это вообще легко. То есть, можно же потребовать, что давайте я рукописную и сам все заполню. В данном случае. Так должно, наверное, быть. Можно легко, можно просто дать паспорт, потому что все равно копия паспорта и пакет документов подознают под собой наличие копии паспорта. Поэтому спокойно даете паспорт, его пусть забивают в вашем присутствии и можете не передавать в руки. То есть, как удобно. По каким критериям нужно выбирать банк, чтобы понять, стабильный он или нестабильный? Смотрите по рейтингу. А где посмотреть рейтинг? Очень хороший показатель. Есть независимый, например, на банкер.ру, есть возможность посмотреть активы данного банка, его специализацию, размещение. Потому что банк подбирается чаще всего не для того, чтобы там, скажем так, разместить деньги. То есть, удобно ли тебе им пользоваться? То есть, либо он должен находиться возле дома. Если вы там перемещаетесь по стороне, то это должна быть, скорее всего, какая-то федеральная сетка, где вы без проблем сможете снять деньги в банкомате, воспользоваться какими-то услугами банка, даже при потере карты или еще чего-то. То есть, здесь это, в принципе, как бы все делается достаточно просто и легко. Чем вы больше будете знать информации о банке, в который идете, тем будет легче, в том числе вам. Потому что, задавая вопросы сотрудникам, вы понимаете, в том числе, их компетентность. Но знание тех же самых условий, которые банки предлагают, их место, рейтинг и все оставшееся. — Но сейчас вот на банковском рынке все-таки остались серьезные игроки, не так уже вот такой стихийный рынок? То есть, он уже более-менее как-то стабилизировался? — Он стабилизировался, но особенно он стабилизировался уже исторически. Потому что, как бы, 20 лет на рынке большинство банков там уже отпраздновали. Были у нас юбилеи, в том числе, которые мы отмечали по Орску. Ну, это хорошо, замечательно. Коллега, кстати, поздравляем. 2 декабря, да, если не ошибаюсь, день как раз банковского работника, день образования центра банка. — На следующей неделе. — Да, поэтому за годи поздравляю всех, с праздником хорошо отметить. Как-то доверить какому-либо другому банку, да, то есть, и исторически уже сложились определенные банки, но все-таки я бы доверял чуть более крупным. Ну, крупные дают обычно небольшие... Они дают высокие гарантии, но дают невысокий процент. Потому что, как бы, они считают, что зарабатывают уже на имени. Маленькие банки готовы на более лояльные условия, более индивидуальный подход. Поэтому здесь выбирают именно покупать. — Чуть больше, чем через месяц, наступит новый 2012 год. Вот у меня такой вопрос. Каких ждать кредитов? Они станут более дорогими или более дешевыми? Какие будут депозиты, более высокие или более низкие? Вот какой твой прогноз? — Ну, давайте так все-таки с депозитов начнем. Депозиты выше не будут. Почему? Потому что, в принципе, финансовый год закрывается. То есть, показатель привлеченных денежных средств уже достаточно ясен и понятен. То есть, выше, чем как бы на текущий момент, ну, вот, скажем так, в предновогодии этого уже не будет. — То есть, как вот было сейчас 8, средняя ставка процентов, так она останется? Ну, там кто-то сейчас дает 10, я видела. — Ну, разные банки дают. Обычно я даю вилку от 7 до 12, потому что есть банки, которые дают и 12 определенных условий. — Чем больше процент, тем больше денег надо положить на счет. — Либо больше денег, либо длиннее срок, с малого вклада и так далее. По поводу кредитов, ну, честно, сейчас есть определенный как бы предновогодний ажиотаж, то есть, люди тратятся. Это связано отчасти, может быть, и с кризисом, отчасти, может быть, это связано именно с новогодними праздниками, которые несут достаточно большие затраты. Поэтому кредит люди берут. Но падение первого квартала, оно всегда существует, именно по кредитам. Поэтому привлекать депозиты в последующую выдачу кредитов, ну, не совсем логично. — То есть, если кто хочет взять кредит, то лучше не сейчас брать, а в первый квартал 2012 года. — Да, я бы тоже не сказал, почему. Потому что сейчас как бы нет у многих банков проблем с активами, то есть, деньги есть в банках. Многие как бы предлагают предновогодние скидки, там, различного рода акции, подарки, там, и так далее. То есть, поэтому, если хотите, потому что интересен результат финансового года. То есть, 31 декабря баланс закроется банкой, и, в принципе, как сработали год, так он, в принципе, и будет. — А можно будет потом увидеть эту информацию, если да, то где? Как сработали банки? — Она официально размещается, потому что ежегодные отчеты банки обязаны предоставлять. Они обычно размещаются не только как бы на самих банках, они обязательно в обязательном размещении на местах доступного общего пользования, скажем так. Это получается либо в самих банках и в его отделениях, либо в том числе на сайте. — Мы подходим к финалу нашей программы, и вот уже по такой традиции, пусть не такой большой, как у банковского дела, у меня всегда такой вопрос. Вот какие три события, на твой взгляд, в городе за последнее время произошли? Вот три хороших события, три плохих. Давай с плохих. Ну, что так огорчает, скажем так? Немножко грустно от этого. — Да вот... — Или всё хорошо? — Я всегда, наоборот, стараюсь на позитиве, поэтому сказать, что плохие события запоминаются, они забываются очень быстро. Именно плохие события. Хорошие... Тут тоже как бы на вскидку ты меня немножко увенил. — Ну вот, кто что говорил до этого, да? — Да, давай тогда вспомним, что у нас было всё-таки хорошего. То есть год, конечно, был хороший, и он был плодотворный, но, по крайней мере, у меня. Как бы мы открыли, коллектив, мы открылись, собрали хороших людей, поэтому мне приятно, я этот год не заметил. Обычно начинаешь когда вспоминать, если год был длинным, значит, он был нехорошим. Если он прошёл быстро, значит, он прошёл при определённом движении и радости. — Ну вот в городе ремонтируется больница. Вот до этого нам вот так вот гости издалом все это замечали. — То есть как бы за четвёртую горбольницу, за гемодиализный центр, то есть как бы это, это нужные вещи для города, да, то есть это нужные мероприятия, то есть по поводу здоровья, вот тоже как бы важный факт. Берегите себя, то есть не надо бежать за большими деньгами, за большим рублём. Следите за своим здоровьем, потому что здоровье ваших детей ничего не может быть дороже. Здоровье родителей, потому что оно для детей важно, потому что не надо нести каких-то расходов, и очень будет приятно видеть своих живых, здоровых родителей, которые тебя встречают. Что может быть счастливее? — Ну если ещё закончить твоё выражение, то есть не надо гнаться за большим рублём, будьте всегда спокойны и стабильны. Да, наверное, так. — Ну стабильность это тоже как бы есть определённый застой, поэтому я всё-таки советую стабильность это болото. А вот, скажем, дестабилизация, в том числе и кризис, это определённое развитие, в том числе и развитие вас. Поэтому кризис подталкивает, занимайтесь чем-то интересным для себя, удобным, хорошим, ведущим к определённым целям, задачам, удовлетворению личному, семейному и так далее. — На этом мы заканчиваем наш разговор. Игорь, спасибо за интересный разговор. — Спасибо. — Наиболее интересные моменты разговора по делу на этой неделе читайте на страницах Орского Вестника в субботу, или заходите на сайт Ural56.ru и дискутируйте там в комментариях к этому материалу. А я с вами прощаюсь, встретимся во вторник. Эфир обещает быть интересным. Кто у нас будет в гостях, следите за анонсами на сайте Ural56.ru и в радиоэфире «Шансон». — Чё сказал в радиоэфире «Шансон»? Чё сказал ворс? Забыл сказать. — Ну, ничего.